Добрый день! Канал Кухня Кроссфита, я Хоменко Сергей и Алена Косакевича. Сегодня говорим о скакалке. Люблю это упражнение, потому что за неправильное его исполнение оно само наказывает виновника. Выбираем скакалку по длине. Алена, берем скакалку в груди. Это не скакалка, это средство пыток. Итак, на скакалку мы становимся двумя ногами и рукоятки прикладываем к груди. Видим трос рукой, что нам все спрятало. Трос должен закончиться, и рукоятка начинается в области груди. Чуть ниже, чуть выше, это уже момент индивидуальный, но принципиально это область груди. Нам подошла по длине. Если не подходят скоростные скакалки почти всей, обладают возможностью регулировать длину. Перед каждым использованием таких скакалок обязательно закручивайте. Раздражает, когда она у вас рассыпается во время выполнения задания. Начнем мы с одиночных прыжков в скакалке, потому что двойные прыжки на скакалке отличаются одиночных, как бег от ходьбы. Первое. Рукоятку надо брать всегда как можно дальше от крепления. Таким образом движение кисти становится более мощным за счет этого рычага. Есть. То есть мы никогда не берем под тросик и ни в коем случае не прихватываем тросик руками. Ибо она для того и была создана. Вращаться отдельно, не блокироваться вашими тестями. Взяли за края. Есть. Затем полностью выравниваемся. Ноги вместе. Колени жесткие, прессы ведутся зажаты. Локти прижимаем к ребрам. Такое у мужчин должно появиться ощущение касания трицепса широчайших мышц. Локоть немного сгибаем. В идеале кисть должна оказаться на уровне несколько ниже локтя. Это наша стартовая позиция. В этой позиции мы делаем прыжок. С пятки выходим в носок. Минимально отрываясь от поверхности. Наша задача выполнять минимальный прыжок, дабы не тратить больше усилия для выполнения той же задачи. Это первое. И второе. Каждый раз мы возвращаемся во всю стопу, дабы во время упражнения у нас появилось место для отдыха. Каждый раз, когда пятка касается пола, ваши икроножные комбаловидные мышцы отдыхают, и вы успеваете восстанавливать дыхание. Таким образом, можете выполнять упражнения достаточно долго. Да, чуть-чуть ниже локтя, есть пресс-ягодицы зажаты, носки ровно. Работаем. Пробуй прыгать ниже. Делай небольшую паузу на полу. То есть ты должна комфортно регулировать свою скорость. Пробуй медленно. Отлично. И старайся держать колено максимально ровно на протяжении всего движения, дабы квадрицепс не закисал во время всего лишь одиночных прыжок на скотал. Неплохо. Достаточно. Одиночные прыжки сложнее, чем двойные. Итак, как мы видели, люди, которые регулярно работают над двойными, практически игнорируют одиночные, и они становятся для них проблемой. Всегда и везде, в любом спорте, любой знаток своего дела скажет вам, что всегда начинайте со снов. Если у вас появляются любые проблемы с двойными прыжками, это значит, что у вас есть огромный пробел с одиночными прыжками, и можно как минимум в разминке перед двойными практиковать свои одиночные. Вы должны комфортно работать с разной скоростью выполнения одиночных прыжков. Я сейчас покажу, как это выглядит. Заняли позицию и начинаем с потери скаталки. Итак, заняли позицию и начинаем с минимальной скорости, небольшого отдыха, каждый раз на прыжке. Если вы сбиваетесь в этом, ничего страшного, это наша разминка. После этого мы увеличиваем скорость, переходим на вторую передачу. Теперь пятка уже не стоит на полу, она целует пол. То есть есть некое касание, но оно минимальное. Колено при этом стараемся держать максимально ровным, чтобы квадрицепс не загружался во время работы. Вот это то же самое. Есть. Дальше. Никакой отдышки. Мы же кроссфитеры. Итак, когда с одиночными уже нет проблем, мы переходим к изучению двойных. По моему мнению, золотая формула в освоении двойных начинать чередование одиночной и двойной. Показываю, потом делаем. Итак, два минимально медленных, минимально высоких прыжка одиночных. И затем делаем максимальный прыжок и максимальное ускорение в кистях, чтобы любой ценой выполнить двойной. Смотрим. Вот таким образом. То есть задача выполнить его любой ценой. Получилось повторить многократно, освоить движение. Как только мы справились с этой задачей многократно, то есть более 20 таких вот синглов в двойном, мы переходим в чередование. Два одиночных, двойной, одиночные, двойные, одиночные, двойные. Показываю. Когда и эту задачу мы забороли, мы переходим к соединению двойных в одну цельную линию. Показываю, а потом и дадим возможность Алене проявить себя. Ура! Мой звездный час. Сейчас перебороли. Давай, без истерик. Есть. Обращаю ваше внимание, то, о чем я говорю в начале. Что одиночные прыжки, что двойные прыжки. Движение вверх-вниз, стопы не выбрасываем вперед и не загребаем за себя. Показываю. А сколько раз? Делай, я скажу, когда хватит. К нашему большому сожалению, Алена не показала ни одну из ошибок, которые я часто вижу в выполнении двойных, особенно у девушек. Поэтому расскажем о них на пальцах. Первое. Чаще всего встречающиеся. Во время прыжков человек концентрируется на движении кистей и ног и абсолютно забывает про целостность тела. И появляется постоянное переразгибание в поясничном отделе. Как минимум это забавно. Конечно же я утрирую, но обратите на это внимание. Старайтесь во время прыжков быть зажатыми в прессе, в ягодицах и перемещаться только вверх-вниз. После проблем с центральной линией у нас возникает проблема с перенапряжением в плечах. Руки вытягиваются слишком широко, плечи приземаются к ушам и прикладывается слишком большое усилие. Постарайтесь вернуть плечи в их естественное положение, опустить локти к ребрам, кисть несколько ниже локтя и стараться выполнять движение только кистью. Не прикладывать движение в локти или в плечи, увеличивая нагрузку на трапецию. Дальше вот такие варианты иногда можно наблюдать. Я даже не знаю, как они так прыгают. Короче, ну... Есть. Следующая проблема. Когда атлет выполняет прыжок не через лодыжку, а через сгибание в тазобедренном суставе. То есть во время прыжка мы видим, что стопа выходит перед плоскостью туловища. Попробую изобразить. Ой, я могу. Вот таким образом. А я могу, а я могу. Смотри, смотри. Слава богу, не умею. Сейчас. Раз, два, три. Да. Ух, блин. Это просто талант, так прыгать. Вау. Спина вообще тут правда прикладывает. Так можно прыгать долго, можно выполнять большие длинные серии таким образом, но я не рекомендую так делать по той причине, что такой способ, такая техника требует больше энергии. Так как после выброса ног вперед требуется приложить усилия, чтобы вернуть их обратно под туловище, чтобы выполнить следующий прыжок. В случае прыжков вверх-вниз гравитация возвращает вас обратно, и вы делаете усилие лишь на прыжок вверх, а не прыжок вперед и назад. Есть. И последняя из часто встречающих ошибок называется ослик. Когда человек прыгает, брыкаясь, загребая пятку за себя. Опять же попытаюсь изобразить, ничего не обещаю. Поехали. Ты можешь. Такие девчачьи прыжки. Здесь мы наблюдали ослика и уточку. Не хватало косичек мне с бантиками. Та же проблема, что есть с выбрасыванием стоп вперед. Каждый раз после сгибания мы прикладываем усилия квадрицессу для разгибания колена, втрачим кучу энергии, которая нам потребуется, чтобы закрыть две сотни двойных, не разбивая. Вот так вот. По-моему, мы обсудили в этом инструменте все, что только можно. Пойду потренируемся. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»